Врач с сигаретой в руках это несправедливо по отношению к пациенту, так считает главный врач республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурат Малаев. Совсем недавно в лечебнице был введен запрет на курение. Как отреагировали сотрудники и пациенты медучреждения узнавала Хатиджа Курбанова. Во многих странах зарубежья запрет на курение приравнивается к нарушению трудовой дисциплины. Главный врач республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурат Малаев не стал ждать утверждения подобного закона в нашей стране. Он ввел запрет на курение в подведомственной ему организации самостоятельно. Красные таблички, расставленные по всей территории медучреждения, предупреждают – курить строго запрещено. Ограничение касается как медперсонала, так и пациента в больнице. И связано оно прежде всего с тем, что главврач-лечебница считает, что медик должен стать никем иным, как примером для пациента. Он уничтожает саму суть болезни. Как ее еще называют специалисты – это отсроченная смерть. Смерть, которая продлена во времени немного состраданиями. То есть нарушается весь организм, там не бывает какая-то проблема в одном месте. Это поражается в целом весь организм, который в конечном итоге государство тратит огромные средства на то, чтобы лечить последствия того, что с пациентом случилось. И зная, что это так, я не мог по-другому поступить, конечно, я запретил. Врач признается, поначалу многие отговаривали его от таких нововведений. Дескать, сотрудникам может не понравиться и не исключен бунт. Однако Малая в своем решении был непоколебим и ужесточил систему особой мерой наказаний. Я, конечно, пациентов, которые нахожу здесь, первый раз предупреждаю, второй раз выписываю. И я здесь не нарушаю его права. Он нарушает права клиники. А сотрудники у меня, конечно, получают штрафы. Вначале, если не понимают, это маленький штраф. В конечном итоге им самим невыгодно будет попадать под этот штраф. К таким штрафам сотрудники и пациенты больницы отнеслись справедливо. Все в один голос идею поддержали. Многие восприняли это как хороший шанс попрощаться с курением. А тем, кто не изменяет своим привычкам, хоть и вредным, курить приходится за территорией больницы. Мы собирались вот так, когда запрета не было насчет курения. Мы так собирались, курили. А сейчас, когда запретили об этом, я об этом даже и не думаю, чтобы закурить. Так как, кажется, нет у меня такой. Я здесь нахожусь вторую неделю. И попав сюда и выслушав лекции Гаджимурада Малаева, я понял, что не стоит курить дальше сигареты. И решил для себя, что откажусь от сигарет и от любого табачного дыма. В этом году больнице исполняется 50 лет. Ежегодно здесь проходит курс лечения около 3,5 тысячи пациентов. С каждым из них Гаджимурад Малаев проводит личные беседы, пытаясь донести до пациентов одну очевидную истину. Курение – это вредно.